Друзья, всех приветствую! Сегодня мы продолжаем цикл наших интервью с успешными управляющими сервисом копитрейдинга компании Amarkets. Сегодня у нас в гостях Андрей Горбунов, который расскажет о своей стратегии Hexagon. Мы, безусловно, зададим вопросы о том, как и откуда взялось название такое. Нас интересует это. Ну, я думаю, что это нормальный вопрос. Будут также вопросы, которые касаются непосредственно вашего управления. Какой тип анализа вы предпочитаете, технически, фундаментально. В общем, это плоскости, знаете, то, на основании чего вы принимаете торговые решения. Потому что, в конце концов, эта стратегия является вашей визитной карточкой и, безусловно, те, кто будет просматривать, опять же, этот ролик, они потенциальные инвесторы, кстати, ваша, Андрей. И я думаю, что даже по вашему текущему показателю доходности, а он превысил уже 120 процентов, это, конечно же, прекрасный результат. Вы входите в топ управляющих и точно в топ, по-моему, 10 стратегий. Да, сегодня проверил топ 10. Вот, отлично. Как раз именно примечательных будет под это интервью. Ну и будут, конечно же, вопросы общего характера, потому что все мы когда-то начинали с чего-то. Вот вы в данном случае путь трейдера и успешного управляющего. И это тоже такие базовые вещи, которые, ну, не могут быть неинтересными. Поэтому, Андрей, во-первых, вам огромное спасибо, что смогли найти время поучаствовать сегодня в интервью. И, с вашего позволения, давайте тогда начинать. Да, давайте начинать. Я тоже приветствую всех, собственно, и вас, и всех, кто нас смотрит. Вот, также благодарность вам за то, что уделяете такое внимание своим клиентам. Поэтому очень рад буду сегодня пообщаться и рассказать, ну, что, надеюсь, в будущем не только мне, но и тем, кто нас будет смотреть, поможет. Здорово. Андрей, спасибо вам еще раз. Ну, первый вопрос – это, как бы, общего формата. Когда вы заинтересовались финансовыми рынками, что выступило, как говорят трейдеры, катализатором принятия решения, что трейдинг – это вот мое, и я буду развиваться в этом направлении? С чего все началось? Можете, пожалуйста, рассказать? На самом деле, это такая достаточно очень длинная, возможно, даже судьбоносная история, но я постараюсь покороче. Все началось со школы, когда я проходил мимо банковских обменников, и где тогда еще, так как евро еще не существовало, висели котировки доллара с рублем. Какая вторая валюта была, не знаю, но я заметил то, что эти котировки меняются, и как-то в голове почему-то такие мысли появились, что на это можно заработать. Хотя я учился в школе, какой класс, не помню, но пока мне еще рано было об этом задумываться, как мне и сейчас кажется. Я как-то к отцу подошел и говорю, слушай, вот можно же так сделать, что, например, купить доллар, а потом через какое-то время его продать и получить доход. Он так посмотрел, улыбнулся на меня, говорит, Андрей, в наше время это называли валютными спекуляциями, из-за этого сажали в тюрьму. Но сейчас благо, типа, это вполне возможно. Ну, единственное, этот разговор как бы дальше не пошел, потому что, ну, это начало 90-х, не начало, а середина 90-х. Ну, скажем так, финансовое положение страны было аховое, и в том числе моей семьи, поэтому. Кроме того, как сдавать бутылки и копить деньги на то, чтобы купить валюту, других вариантов не было, но тогда мне точно не до этого было. А вот после этого как-то был случай, что я приехал то ли на каникулы к тетке в Екатеринбург, а в Екатеринбурге было намного больше телеканалов, чем в городе, в котором я жил. У меня вообще всего два канала показывало. Так вот, у них показывал такой канал, как РБК, а он, как всем известно, канал, посвященный финансам, инвестициям. А вот, и, хотя нет, знаете, я вру, это не школьные каникулы были, это было после армии, когда после армии приехал не то, что в гости, больше на работу устраиваться. Вот, и включил этот канал, и мне ничего не было понятно там, просто я его переключил. А так как устроился на работу тогда в охрану в Уральский государственный университет, то познакомился с очень большим количеством студентов, у которых в аттестате минимум одна четверка была. И когда я с ними общался, ну, скажем так, мне словарного запаса не хватало, некоторые слова мне были настолько непонятны, что мне пришлось купить словарь Ложигова, чтобы переводить. Ну, и, грубо говоря, было немножко стыдно из-за того, что, ну, просто не мог поддержать беседу. Вот, и решил как-то сесть и смотреть до полного, скажем так, умопомрачения канала РБК в надежде когда-нибудь начать что-то понимать. И после этого, собственно, я все равно ничего не начал понимать. Но это так или иначе в моей памяти отложилось, а потом это пригодилось немного. Когда я уже поменял работу, как-то ехал домой в троллейбусе, или это был автобус, там была реклама одного достаточно известного брокера. Жаль, что он ушел из нашей страны, ну, ничего не поделаешь. Где был такой слоган, типа, нерассказываемой жене, где я беру деньги? Меня очень заинтересовал этот. Это был примерно где-то 2008 год. И, собственно, я решил узнать все-таки, где он берет деньги. Зашел на сайт этого брокера и где узнал, что там происходит именно спекуляция валюты. Тут же у меня сразу вспомнились мои вот эти вот мысли об спекуляции валюты в школе. Также вспомнился эти вот разговоры, которые я слушал на РБК. И, ну, решил попробовать. Попробовать. Начал с демо-счета. На демо-счете пытался совершать какие-то сделки. Ну, и таким образом, где-то примерно года через три, я все-таки решился уже, когда появились деньги. Ну, вернее, я принудительно их нашел. Открыл реальный торговый счет. И так вот с лета 2011 года я начал торговать. Ну, и, собственно, вот по сей день эта история длится. Андрей, вот вы отметили такой очень интересный нюанс, то, что именно переломный момент от теории к практике, пусть это даже демо-счет, это 2008 год, то есть кризисный год. Когда вы, даже работая на демо-счете, я уверен, вы, наверное, ну, вы не могли не заметить мощные движения, которые были в тот момент на финансовых рынках. Вас как бы приободряла такая динамика? Я вам честно признаюсь, в то время я настолько некомпетентен был в этом. Все, что я видел, это линейный график, все, что я умел тогда, это линейный график и все, что у меня было в голове, о, сейчас, похоже, дешево, надо покупать, или о, сейчас, похоже, дорого, надо продавать. И, к сожалению, в те времена, вот на то, что вы сейчас указали, я внимания абсолютно никакого не обращал. У меня не было ни единого понимания вообще о принципах торговли. У меня было только одно правило. Кажется, дешево покупай, кажется, дорого продавай. Поэтому, к сожалению, тут вот я не смогу сказать, что меня именно это приободрило, что там движение или еще что-то. Меня больше мотивировала именно финансовая составляющая, возможность. Моя, так как постоянно работала на наемной работе, очень были мы, у меня достаточно со временем появлялись тяжелые отношения с руководством, как бы я этого не хотел избежать. И, соответственно, ну, это все накапливалось, и мне очень сильно хотелось уйти, так скажем, ну, такое некое свободное самостоятельное плавание. И трейдинг для меня вот мотивацией было, это именно самостоятельность. Самостоятельность, свобода от работодателя. Я вас понял. Ну да, согласен. Это, возможно, даже одна из основных мотивирующих составляющих, которая большую часть трейдеров приводит непосредственно в трейдинг. Андрей, ну вот когда вы начали все-таки заниматься практическим трейдингом, можно ли сказать, что у вас, возможно, появился какой-то ментор, наставник, может быть, вы, скажем, проходили какие-то глубокие обучающие курсы, или, может быть, вам до такой степени импонировал, например, какой-нибудь ведущий на РБК, что вы, в принципе, его априори для себя сделали лидером какого-то мнения, ну, то есть он вас обучал. Либо это все-таки в вашем случае самостоятельная такая подготовка, я так понимаю, вы любите все осваивать самостоятельно, на основании того, что вы сказали. То есть вы углубились в финансовый сектор и начали самоподготовку. Был у вас кто-то, кто вам помогал? Или это все-таки вот путь самостоятельного трейдера? Я понял ваш вопрос, но могу сказать так, что у меня моя реальная торговля на данный момент делится на два этапа. Жизненных, так сказать, в жизни трейдера. Первый этап, когда я решился торговать на реальных деньгах, сказал, что все, пора. Это был тот момент, когда я узнал о money management. Мне прислали письмо, ну, тот брокер, у которого я начинал торговать, мне прислал обучающее письмо с обучающим курсом, базовым курсом. Я его изначально, когда в 2008 году начал, я его не до конца прошел. Поэтому из-за этого очень долго я решался. Потому что демо-счета то заработаю, то солью. И в итоге как бы уверенности не прибавлялось. Потом я решил, что все-таки, ну, надо дойти до конца этот курс. По новой его прошел. И самое практически последнее письмо было money management, где рассказывалось о запасе прочности при торговле с отсутствием стоп-лосса. То есть какой запас прочности у тебя может быть, если ты будешь рассчитывать объем в зависимости от депозита. Когда я это посчитал и посчитал, какие мои реальные возможности, какие у меня риски есть, после этого у меня появилась уверенность. Хотя у меня на тот момент, я сейчас смогу с абсолютной твердостью об этом сказать, не было ни единых знаний ни о техническом анализе, ни о фундаментальном анализе. Вообще никакой стратегии не было. Только покупать дешевле, продавать дороже. По этому принципу я начал торговать. И на самом деле этот принцип, наверное, пока единственный грааль, который универсален для всех. Следующий второй этап был, когда я уже обладал знаниями и о техническом анализе, и о фундаментальном анализе, и уже кучу стратегий переработал. Это вот тот случай, когда появился не ментор, а пример, который объяснил мне, собственно, не конкретно мне лично, а всем, кто присутствовал на его лекции, что такое технический анализ, что такое трейдинг, как нужно относиться к графику цены, что вообще такое график цены, и самое главное, что такое уровни поддержки сопротивления. Этот человек, на самом деле, во всем мире известен, он как-то приехал в Екатеринбург, зовут его Александр Герчик. Он тогда еще был директором Финама и ездил с обучением по городам проводить обучение. Он только-только начинал. Мне край был интересен, потому что несколько его роликов видел. И именно на его лекциях, я всего три лекции посетил, так как курс был недлительный, и вот он просто своими словами объяснил, что такое график цены, что это не просто рисунок какой-то на белом фоне или на том, который ты выбрал, то точно так же он объяснил, что такое уровни, что же не горизонтальная линия, которая ставится по экстремам в истории, что это конкретные люди, это продавцы и покупатели, это борьба между людьми. Из-за того, что я очень много интересовался психологией, непосредственно так, как много работал в продажах, я немножко после этого мне стало понятно, почему в определенных моментах цена разворачивается, почему она от уровня отскакивает или пробивает его. Также перед этим у меня был опыт работы в скальперской компании трейдером, где приходилось просто смотреть, ну можно было смотреть и на график, но больше всего я смотрел на стакан, на объемы, где вот живые трейдеры торгуют, совершают сделки, и мне нужно было мгновенно принимать решения спекулятивные. И однажды дошел до того, что я просто график отключил и смотрел только на объемы, на объемы и на сделки, и на цены. При том, что после того, как я прочитал книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», я понял, что раньше торговали только таким образом. Сидели, смотрели на эту доску, где мальчики бегали, писали котировки, и все, больше ничего не видели. И вот, можно сказать, это как раз был тот переломный момент, который сформировал ту стратегию, которая у меня есть сейчас, и по сути уже порядком, чтобы не соврать, около пяти лет я эту стратегию шлифую, шлифую, шлифую. Вот уже, собственно, на данный момент результаты стратегии можно видеть, если посмотреть на историю того RAM счета, который я презентую, Hexagon 10. Да, да, да. Андрей, получается, что вот этот путь от вашего первого опыта на демо-счете до реального счета с хорошими результатами, это, я так понимаю, около пяти лет. С 2008 по, если говорить о хорошем результате, то с 2008 до осени 2011, сколько это получается, четыре с половиной года примерно, так, да. А хороший результат, это, конечно же, можете, если хотите, сказать в долларах или в процентах, например. Да, могу сказать в долларах, потому что в процентах, ну и в процентах могу сказать. На тот момент счет был 25 тысяч долларов, я открыл сделку, нарушив money management, на паре японской, доллар против японской иены, дождался интервенции центрального банка, где цена сходила порядком... Вы про швейцарский франк, наверное, говорите? Не, не, именно японская иена. Швейцарский франк как раз забрал потом мне деньги. Да, японская иена просто удвоила счет, то есть за одну сделку я заработал 25 тысяч долларов, это было 5 утра, точную дату не помню сейчас, но это было 5 утра, я встал, просто увидел эту свечку длинную, сумму, которая у меня по этой сделке, нажал на крестик закрыть сделку, проорался в подушку, потому что утро было, чтобы никого не разбудить. Ну и на следующий день пошел и уволился с работы. Это опрометчивый поступок был, я сейчас это понимаю, но тогда я просто понял, что а что сейчас? 50 тысяч долларов на счету, сколько можно работать на тех, кто от меня требует очень тяжело, дает тяжелые условия и мало платит. Это я полностью поддерживаю и понимаю вас. А я не коробила ничего, что это как бы случайность, то есть это не система, которая стабильно будет приносить. Я тогда был молод, глуп и ничего не понимал. Ну, возможно, импульсивное решение это самое лучшее, что с нами происходит. Если бы вы тогда не решились, кто знает, может быть, до сих пор не встали бы на путь профессионального трейдера. Андрей, я вот продолжаю все-таки серию вопросов касательно, понятно, самой крутой сделки, ясно, шикарно, это 100% к депозиту за, даже не знаю, как сказать, не то чтобы за короткий промежуток времени, а фактически за несколько секунд от этой сделки. А вот по поводу убыточных трейдов, тех сделок, которые являются неверным решением, как вы с этим боитесь, работаете? Я думаю, что вот с вашей стороны комментарий будет крайне интересен, потому что много тех, кто будет знакомиться с этим контентом, они как раз только начинают свой путь трейдера и очень часто пугаются убыточных сделок. Для многих отрицательный результат сразу это прям табу на валютный рынок фондовый и никто не хочет больше с ним связываться. Как вы работаете со своими умничными сделками? Закрываете их или у вас всегда есть понятие, что рынок развернется? Очень интересно. У меня есть одно понятие такое, которое я, скажем так, пропагандирую среди тех, с кем общаюсь или приходится обучать. Это рынок никому ничего не должен. Потому что одно время продолжительное, я и сам сначала так говорил, а потом, когда работал в одной брокерской компании, проводил обучение, я и, собственно, трейдеров, которые у нас торговали, часто это слышал, что вот рынок должен развернуться. Рынок должен развернуться. То есть нужно держать, обучение сделок? Да, да. Я помню, когда вот я только начал торговать, вот эта вся вот история с той же японской иеной, у меня было убеждение такое, что я убыточные сделки закрывать ни в коем случае не буду. Буду ждать, пока, собственно, не выйдет плюс. Ну, у меня мани-менеджмент соблюден, запас прочности есть, и я буду ждать. Вот. То же самое я потом слышал от тех трейдеров, с которыми работал. И, ну, к тому времени я уже, так как накушался всего этого, так выразимся, ждать, это, ну, гробить свое здоровье на самом деле, потому что психология в трейдинге очень важна, а когда у тебя сделки в просадке, и ты смотришь просто на убыточную позицию долго-долго-долго, и это все переходит в то, что ты начинаешь зомбировать график. Ты сидишь перед терминалом и смотришь на график, непонятно, чего ты от него ждешь, но такое ощущение, что ты якобы хочешь неким таким гипнозом, какой-то магической силой сдвинуть цену. Может быть, даже пальцем тянешься к графику и там свечку подталкиваешь. А вот. Но настолько разбалансируется твоя нервная система, что начинаешь болеть. А вот. Если выбирать между деньгами и собственным здоровьем, то лучше выбрать здоровье, потому что, ну, деньги ты всегда сможешь заработать, пока ты здоров. А вот если ты здоровье свое угробишь, то потом уже будет это очень тяжело делать. Поэтому со временем я стал задумываться о том, что, ну, не надо таким методом подходить к торговле, сидеть там и ждать. Потому что вот после того, как с японской иеной я взял 25 тысяч долларов, через какое-то время, буквально, сколько это прошло, 3-4 месяца, это когда пошла эпопея с швейцарским франком, когда была четкая привязка к паре еврофранк. Сначала швейцарский франк какую-то небольшую интервенцию провел, и все просто начали после этого говорить, что будет вот сейчас заседание, это будет то ли декабрь, то ли конец ноября месяца 2011 года. И я настолько всем поверил, что сейчас швейцарский банк еще проведет интервенцию, открыл также позицию, вот, но швейцарский банк не провел эту интервенцию, а потом, как выяснилось, что еще и глава швейцарского банка сговорился со своей женой, и это и так как раз очень хорошо заработало на том, что банк эту интервенцию не провел. И я, грубо говоря, потерял весь депозит. То есть на этом мой депозит исчез. Потому что я тоже, вот, как вы тогда сказали, а не кореблю, что это была случайность. Говорю, тогда этого я абсолютно не понимал, и молот глуп, и, соответственно, на этом рассчитывая, что вот сейчас досижусь, сейчас вот я все равно когда-нибудь вернется, не вернулась. Не вернулась, естественно, с деньгами пришлось расстаться, при том, что еще из-за того, что этот убыток очень, ну, я к нему был не готов, потому что смотреть, как у тебя десятки тысяч долларов в месяц на терминале показывается в минусе, нервы начинают шалить, и, соответственно, подсознание, сознание что-то начинает тебе двигаться, решать какие-то глупые действия, еще какие-то сделки открывать, и в итоге депозит исчезает. Поэтому тоже думая, что вот сейчас должен, вот сейчас должен, как я сейчас не помню, кто сказал, цена не подозревает о своем существовании, но вот поэтому рынок никому ничего не должен, и рассчитывать на то, что там цена сейчас вот что-то должна сделать, ну, это немножко глупо, а вот, и вот как раз после того, как я прошел этот небольшой курс Герчика, где он научил правильно выставлять стоп-лосс, потому что до этого я только знал, что стоп-лосс стоит, нужно ставить за экстремумом, за предыдущий минимум или максимум цены, ну, иногда это были очень большие расстояния, не совсем я решался на такие убытки, а вот, поэтому использовал такие страшные слова, как усреднение и замки, ну, для кого-то мой более знакомый локирование и хеджирование, вот, тоже с этим много намучился, много денег потратил, много сил и здоровья на это потратил, на выход из просадки, на разрешение этих замков, единственное, то, что опыт большой появился, выход из замков и из просадок, у меня была клиентка, у которой просадка по паре евро-доллар была больше 10 тысяч пунктов по пятизначной котировке, вот, и это было даже не просадка, это был замок, вот, и в течение четырех месяцев, соблюдая определенные правила, мы с ней из него выходили и в итоге вышли, это самая тяжелая ситуация, которая у меня была, но мы с нее смогли выйти только потому, что она мани-менеджмент соблюдала, те, кто мани-менеджмент не соблюдал, без шансов просто было выходить, люди уже обращались, когда оставалось буквально там 100 пунктов до стоп-аута и просто Андрей, а если в суммом остатке мани-менеджмента, вот конкретно о чем вы говорите, это какое соотношение прибыли-риска? Вот, когда я начинал, я использовал один к десяти плеча, плечо один к десяти, для простого расчета в запасе прочности должно быть 10 тысяч пунктов. Один к десяти, это довольно консервативный трейдинг. Да, это при том, что если посмотреть на график ту же пару евро-доллар, там, конечно, в истории есть такие случаи, когда расстояние от, допустим, максимума до минимума больше 10 тысяч пунктов, такие случаи есть, но если посмотреть на график, то там очень много коррекций, которые позволяют, собственно, за счет того же усреднения, которое я сейчас не использую в своей торговле, из этих ситуаций выходить. Поэтому, если начинать именно с объема один к десяти, кредитное плечо, то в этом случае, скажем так, и спокойнее торговли, и больше шансов выйти из этой ситуации. А другая пограничная зона по плечу, это что вы себе позволяете, я имею в виду? Какое соотношение? Максимум, который позволяет. Ну, сейчас, на данный момент, это один к двадцати, и то у меня везде стоп-лоссы стоят, то есть просадки не будет там. Из-за этого я, собственно, даже если сейчас, на данный момент, у меня одна сделка, объем одной сделки, это примерно один к трем, один к пяти от депозита. Поэтому, если посмотреть на историю моей торговли, Хексагон РА, то доходность там составляет в месяц в среднем 10%. Как раз при торговле таким объемом, ну, вот, примерно так и выходит. Вот, 5-10% в месяц. Естественно, у меня в среднем в день бывает одна-две сделки. Максимум было четыре сделки открыто за день. И то, это как раз выходило примерно 1,20%, но это совокупный объем, и у них все стоп-лоссы стояли, то есть там просадки не могло быть. А стоп-лосс вы ставите по какому принципу? Простой принцип. Для меня самое главное найти место для входа, цену. Если я ее нахожу, то стоп-лосс 250 пунктов, ни больше, ни меньше. То есть это как правило. изначально вами подразумевается, либо вы работаете по тренду? Либо вы точно знаете стратегии, которые торгуются по Hexagon RA, то там подразумевается минимальный take profit это 250 пунктов. То есть получается стопом один к одному. Я знаю, что некоторые трейдеры могут меня закидать камнями, помидорами, что профит должен быть минимум один к трём. это правильно. Если у вас есть такое решение, я обращаюсь с тем, кто будет смотреть, торговать один к трём, то делайте именно так, потому что это действительно увеличивает доходность и уменьшает риски. Но так как я торгую внутри дня, а валютные пары ходят, на данный момент волатильность валютных пар не очень высокая, то заработать те же 250 пунктов в течение дня, найдя правильную точку входа, достаточно проблематично, если говорить про валютные пары. Если говорить про золото и нефть, там движение куда сильнее, соответственно, там я могу, например, обычно у меня по золоту и по нефти минимум, ну по нефти 40 пунктов, по золоту примерно так же, 400 пунктов по 5-значной, какая там трехзначная котировка, по трехзначной котировке, 400 пунктов. Если же есть возможность увеличить тейк профит, то есть я вижу, что там есть запас хода, что цена может пройти это движение, ей ничего не помешает, то, конечно же, я поставлю больше тейк профит, потому что если есть возможность больше заработать, чего нет-то? Андрей, очень интересно, на самом деле, всегда, конечно же, приятно слушать человека, который грамотно подходит к риск-менеджменту и самое главное руководство со системой, потому что, к сожалению, очень многие принимают решение торговой на бум, зачастую даже не могут объяснить, почему они либо покупают, либо продают, и это все приводит к не самым лучшим последствиям до счета, для настроения и потом вообще для отношения к финансовому рынку. Андрей, вы как-то уже состоявшийся профессиональный трейдер, как проходит ваш день как трейдера? Ну, так, крупными мазками, знаете, я встаю, завариваю кофе, отодвигаю свое кожаное кресло, которое я вижу, вот вы в нем сидите, включаю монитор, или он никогда не выключается, но вот такие вот вещи. Ну, на самом деле, не ждите от меня такого рассказа, что я круглый день там занимаюсь трейдингом, я бы вообще не советовал никому целый день заниматься трейдингом. Если брать обычный мой день рабочий на неделе, да, там с понедельника по пятницу, то просыпаюсь я примерно в 10 утра, но вот поспать я люблю, но сны снятся каждый день, поэтому там тоже интересно бывает. Примерно с 10 до 12 я, скажем так, завтракаю, там разминаюсь, зарядку там сделаю небольшую, и все начинается примерно с 12 дня, но я говорю по-своему, если говорить по Москве, то это с 10 утра по московскому времени я сажусь за свое рабочее место и начинаю проводить анализ. Начинаю я непосредственно с экономического календаря, могу почитать, есть у меня один-единственный аналитик, который я на investing.com читаю, и то только просто для того, чтобы, ну, просто понять, что там произошло вчера, что было, а вот чтобы в курсе быть ситуации, так как я не очень люблю самостоятельно проводить фундаментальный анализ, потом непосредственно я открываю два графика, дневной таймфрейм и 30-минутный и начинаю проводить анализ. Провожу анализ, если я нахожу сделку, у меня 11 инструментов, которые я анализирую, это 9 валютных пар золота и нефть, если нахожу сделку среди этих 11 инструментов, а бывает так, что я могу не найти ни на одном, вот поэтому у меня пустой день просто может быть. Все, если я нахожу сделку, открываю эту сделку, параллельно я выкладываю торговую рекомендацию в своем телеграм-канале, дальше записываю обзор на эту рекомендацию, выкладываю на ютуб-канале, после того, как я собственно все выложил, небольшое сделаю распространение видео, чтобы как можно больше человек посмотрели, это примерно по моему времени, то есть если вот я с 12, я примерно до 3 всем этим занимаюсь, на анализ и на грубо говоря совершение сделок у меня уходит примерно 1 час, может даже меньше быть, но все остальное время я трачу просто на то, чтобы рекомендацию там выложить, записать, выложить на ютуб, а вот все, после 3 я свободен, у меня терминалы включены просто на компьютере, а так как у меня везде трейлинг-стопы еще стоят, без включенного терминала они не работают, выделенные серверы не использую, потому что необходимости такой нету, так как сделки сегодня открылись, сегодня и закрываются, ну и соответственно после 15.00 примерно так я пообедаю, дальше занимаюсь с какими-нибудь рабочими процессами, если у меня есть сайт, так как есть свой проект, agorprofit.ru есть сайт, там могу какую-нибудь статью написать по тот же трейдинг, вот, так как я занимаюсь еще параллельно, ну изучаю язык веб-программирования, верстки, еще могу уроки посмотреть на сайте, на своем чем-нибудь поколдовать, вот, плюсом у меня еще есть, скажем так, ну такие партнерские отношения с бывшими моими коллегами, тоже им помогаю в администрировании их сайта, на их сайте могу что-нибудь поделать, также могу там посижу там поколдую, подумаю, может ролик какой-то записать дополнительный для канала, то есть, ну, после трех часов я больше провожу в таком творческо-познавательном направлении, саморазвитие, направлений по развитию много и они практически ни один не связаны с трейдингом, то есть трейдинг у меня, все обучение трейдингу у меня проходит во время анализа, то есть, я до сих пор ему учусь, потому что рынки постоянно меняются, все равно приходится немножко и себя тоже менять из-за этого, но вот, поэтому, чтобы у меня, скажем так, не зацикливаться на трейдинге, вообще стараюсь как можно меньше о нем думать, потому что чем больше думаешь о нем, тем больше психология начинает мешать торговле, у тебя в голове начинают появляться какие-то ненужные идеи, ты начинаешь решать не то, поэтому, на данный момент трейдинг для меня это как вот, он хоть и является основным источником дохода, но он для меня просто один час в день. Андрей, обязательно хочется задать вопрос, он логичный, почему вы выбрали Amartis в качестве спору партнера? Это тоже такая достаточно некороткая история, всего не буду рассказывать вкратце, а так как я параллельно всему еще веду, скажем так, партнерскую деятельность, то есть я заключаю с брокером партнерскую программу и если у меня появляются какие-то клиенты, то предлагаю им собственно рассматривать брокера. И у меня после моего определенного опыта работы в брокерской компании, которая приказала всем долго жить, а так как совесть у меня знаете такая, что хочется людям смотреть в глаза не отводя их, поэтому предлагать брокера, который может отнять их деньги очень не хочется. И мне приходилось тестировать брокеров, очень многих я перебрал, и Амаркетс оказался одним из них. Когда-то мне о нем просто рассказали, я услышал Амаркетс, ну никаких выводов не сделал, но когда стал рассматривать именно партнерские программы, решил посмотреть, что это. Естественно, перед тем, как людям что-то предлагать, я должен сначала был сам протестировать и посмотреть. Для меня было важно это сервис, непосредственно который сам брокер оказывает для своих клиентов, для меня было важно то, как работают менеджеры со своими клиентами, и очень важно было, ну еще два момента, это исполнение ордеров, собственно, их открытие и закрытие и то, как выводятся деньги. По всем этим четырем пунктам прошел, а вот сервис достаточно универсальный, то, что мне после предыдущего тоже хорошего брокера нравилось, он, к сожалению, был хорош тем, что он не менялся никак, но у него все стандартно было, он стабильный был, стабильный залог профессионализма, все нравилось, но, скажем так, немножечко я расстраивался от того, что нет эволюции, нет, все равно мир развивается, новые сервисы появляются, и чтобы тех же там клиентов привлекать, все равно нужно чем-то их привлекать, хоть повторяю сейчас, вот, а у Маркетс к тому времени, собственно, был действительно разнообразный сервис, плюсом еще появился РАМ, сервис, что еще добавило, скажем так, моего большего интереса, естественно, мне понравилось то, как выводятся деньги, потому что долго ждать не приходилось, и еще также я был доволен тем, что менеджеры меня не атаковали, не звонили постоянно, типа, давай пополним счет, а давай там еще чего-нибудь, то есть я был предоставлен сам себе, если мне нужно было задать вопрос, я к менеджеру обращался через мессенджер, он мне отвечал, либо если у вас какая-то в вашей компании какая-то новость появлялась, которую нужно было обязательно всех клиентов оповестить, мне звонили и все, то есть на меня никто со стороны не давил, поэтому я решил, что это достаточно правильный подход при работе с клиентами, но и таким образом не только я доверять начал, собственно, но и впоследствии стали доверять и те, кого я привлек, потому что пока на данный момент за полтора или два года работы по партнерской программе ко мне лично ни одной претензии от моих клиентов не было, что меня очень радует, но мне не стыдно за брокера, я, скажем так, даже уверен, пока я уверен в том, что все с ним в порядке, и человек не пожалуется на него. Спасибо за лестный отзыв, это приятно, конечно же, мы со своей стороны стараемся действительно делать, чтобы сервис по всем фронтам был на соответствующем уровне, потому что репутация для нас все, а в финансовом мире репутация это то, чем нужно дорожить. Если что-то случается плохо по методу сарафанной радио, об этом сразу же все узнают. Андрей, ну, наверное, пару слов буквально о вашей стратегии Хексагон 10, правильно? Да, очень важно, очень важно, что 10. Вы можете, пожалуйста, сказать, что это за название, откуда оно взялось, и вот уже в ходе состоявшейся беседы вы делали уже много отсылок именно к вашему трейдингу, к вашей частичной системе, но если вот все-таки еще вернуться и крупными мазками, в чем заключается торговая система, как вы понимаете, какой алгоритм, как вы принимаете решение. Кстати, да, это очень хорошая ремарка с вашей стороны. Это роботизированная торговля, либо вы все делаете руками? Нет, все руками. По поводу названия Хексагон 10, оно из двух мест было взято. Первое, это вот он за моими плечами, скажем так, логотип моего проекта, а второе, скажем так, у меня есть так назовем, и хотя я не называю это хобби, больше называю, наверное, вынужденно, но есть у меня такой интерес к изучению эзотерических знаний, и как-то я проходил курс по нумерологии, где есть, скажем так, как бы это никого не напугало, некий каббалистический метод расчета, где можно рассчитать названия. Да-да-да, я понимаю, о чем вы говорите, я сам часто пользуюсь такими вещами. Да, потому что каждому человеку дают имя, имя дает непосредственно определенную задачу, цели, талант, ну, есть, как бы страшно не звучало, жертва определенная. Естественно, если правильно выберешь имя, то оно, соответственно, будет давать соответствующий тебе результат. Ну, так как у меня знания были, я очень много названий использовал, какие они там только не были, и Хексагон как раз по моим расчетам выдал такое, что задача данного названия это построить что-либо с нуля. А вот, но так как счет только открывался, я первый раз создавал RAM-счет, поэтому идеально подходило. Кто, если вдруг будет смотреть и тоже, может быть, изучал что-то подобное, то это 16-й аркан у этого имени. Ну вот, цифра 10 тоже, собственно, является колесо фортуны, кто знает, но вот знак денег. Те, кто рождаются под цифрой 10, это очень успешные, богатые люди, но вот, у которых, ну, скажем, к ним относятся очень крупные бизнесмены. Крупные, от кого мы называем олигархами. А вот, поэтому, собственно, я соединил, построить с нуля хороший счет, который будет приносить крупные деньги. Ну, и пока тихо, планомерно, вроде это работает. А вот, по поводу непосредственно алгоритма крупными мазками. Как уже говорил, я начинаю с того, что я смотрю календарь, мне очень важно знать, когда, во сколько, какая новость выходит. На новости я ни в коем случае не ориентируюсь. Для меня это бесполезно. Прогнозировать то, как цена будет двигаться для меня бессмысленно. Я лишь просто делаю вывод, некий, скажем, отвечаю на вопрос, что я сегодня делаю. Сначала смотрю на календарь и вижу новость. Допустим, там они положительные все, да, то есть, ну, наверное, лучше сегодня покупать. Окей, я просто себе плюсик для покупки поставлю и все. И посмотрю время, во сколько. Если они поздно будут выходить, то, возможно, для меня это даже не важно, потому что сделки днем открываются. Если вот днем, то я смотрю, какие новости. Если они прям очень важные, то, может быть, я даже не буду по этой паре совершать сделку, чтобы там лишнего, как говорится, лося не поймать. После того, как я сделал выводы по календарю, я перехожу к графику на D1 и уже окончательно отвечаю на вопрос, что сегодня делать. Я смотрю в первую очередь на уровни поддержки и сопротивления. Для меня это основной инструмент, который говорит, отвечает на вопрос, что делать. Это отскоки, пробои. И есть немного фильтров, таких как линия тренда, фигура технического анализа. Иногда редко смотрю на различные дивергенции и конвергенции и, может быть, использую индикатор RSI, смотрю перекупленность и перепроданность. Но это когда прям уверенности не хватает. А так обычно линия тренда и уровни поддержки и сопротивления. Ну, еще это скользящая средняя двухсотпериодная простая simple, где настройки стоят. Если цена находится прямо на ней, то я просто выключаю график и иду, собственно, смотреть другой. Если я ответил на вопрос, что делать, то есть у меня есть три ответа. Это покупать, продавать, ничего не делать. Если я ответил покупать или продавать, я открываю непосредственно график М30. Если я ответил, что ничего не делать, то я просто перехожу на следующий инструмент. Открыл график М30 и там схема практически та же самая. Единственное, метод построения уровня немножко будет отличаться. Если на D1 я строю по телам все, четкое правило, то на М30 я строю по теням. Для меня это важно. таким образом я определяю место для входа в рынок. Мне там уже не важны отскоки и пробои. Мне важен люфт хода или запас хода между этими уровнями. Естественно, глядя на них, я уже непосредственно ищу только одну сделку. Это ту, которую я решил при анализе D1. решил покупать, то на M30 я ищу только покупку. Даже если график показывает, что может продать, ни в коем случае. Если решил покупать, то только покупку ищу. У меня только один вариант есть. Дальше, если я нашел место для входа, обычно я делаю небольшой отступ, примерно 20, максимум 40 пунктов от уровня, все это для меня будет цена. Я ищу именно цену, не какое-то там абстрактное место, а конкретную цену. Даже порой рассчитываю, то есть беру цену уровня, который я поставил, так как он у меня по теням, и уже от этой цены я ищу цену для входа. Все, нашел цену для входа, я выставляю ордер. Стоп-лосс для меня стандартен, 250 пунктов по пятизначной или трехзначной котировки, а на Take Profit я смотрю уже по ближайшему уровню. Андрей, это уточнение важное, то есть 25 пунктов классических традиционных, да? 25 классических пунктов, если четырехзначную котировку. А поэтому соответственно сделки внутри дня, то я хотел задать вопрос, если внутри дня, такой диапазон, что пройти 250 пунктов, это же невозможно. Да, ну, сейчас все терминалы перешли на пятизначную котировку, поэтому я уже настолько привык к тому, что это 250 пунктов, я и так выражаюсь. В классическом варианте, до какого периода назовем, развития рынка Forex, да, это 25 пунктов. Ну, то есть хорошо, если сделка закрыта по стоп-лоссу, вы этот инструмент не трогаете больше. Я даже не вижу, как она закрывается, я потому что говорю, я выставил ордер, поставил стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг стоп, и все, сворачиваю терминал, он у меня во включенном виде стоит, и все, сделка закрывается в трех случаях. Она дошла до стоп-лосса, она дошла до тейк-профита, либо трейлинг стоп подтащил стоп-лосс без убыток или в прибыльную зону, и она закрылась по скользящему стоп-лоссу. Хорошо, тогда еще в качестве небольшого обзора вашей стратегии, сейчас результат общей какой подоходности? Подоходность на момент 122%. За какой период? Это, скажу, в прошлом году я начал торговлю в июле месяце, то есть скоро год будет, получается, за 11 месяцев. За этот период времени были какие-нибудь серьезные просадки, или исходя из вашей системы они в принципе не могут быть? По золоту 23% от депозита было. То есть вы получается отменили стоп-лосс, да? По золоту и по нефти я немного иногда стоп-лосс не ставлю, но у меня там объем идет 1 к 3 сделка и она больше накопительная, то есть у меня там максимум 3 сделки я могу открыть по одному инструменту. Из-за того, что объемы маленькие, а золото и нефть очень волатильны, то очень быстро выхожу в плюс. На данный момент золото и нефть это самые прибыльные инструменты по этому алгоритму. Ну, а цели какие? Или говорить о целях трейдеру это как-то даже глупо, какие? 300%, 500%? У меня план, у меня просто план 10% в месяц к депозиту, потому что, скажем так, есть же определенная прогрессия, да, там депозит увеличивает, соответственно, 10% по отношению к текущему депозиту это уже немножко больше, И мне, ну, лично мне этого достаточно. Я не гонюсь там разогнать очень быстро депозит куда-то, потому что знаю, что разгон депозита это нарушение мани-менеджмента, это подвержение депозита риску. Очень много случаев таких, что даже я следил за рейтингом, но все равно интересуюсь, где там я нахожусь в рейтинге, и меня постоянно обгоняют, достаточно молодые счета, очень резко у них там и по 100, и по 200%, но потом они исчезают. Вот, я как бы, скажем так, нахожусь в диапазоне между там 9 и 13 местом, грубо говоря, так вот двигаюсь вперед-назад, вперед-назад, а выше меня уже, наверное, не знаю, человек 20, наверное, точно уже было, у кого резко началось, очень резко, но, к сожалению, для них и для тех, кто, возможно, инвестировал, у них резко все закончилось, поэтому, я знаю, откуда берутся эти проценты, поэтому я стараюсь, ну, тише едешь, дальше будешь. Это очень верно и тем более такое ответственное отношение к деньгам инвесторским это еще один плюс в копилку тех доводов и аргументов, которые будут их искать, я имею в виду потенциальных инвесторов. Ну и, наверное, последний вопрос, который хотелось бы вам задать, это понятно, что вы управляющий, вы лицо стратегии, о которой мы сегодня поговорили, скорее всего, у вас будет очень много инвесторов, особенно при таких стабильных показателях доходности. Как вы сами отметили, стабильность это признак мастерства. Но если все-таки кто-то вот после нашего с вами сегодняшнего интервью решит, что он не хочет инвестировать, он хочет стать еще одним успешным управляющим и трейдером, вот какой совет вы могли бы дать новичкам, которые только будут знакомиться с финансовыми рынками? Тоже вкратце. Первое, как сказал один трейдер, которого нечаянно послушал, случайно, не жгите мосты, то есть имейте всегда альтернативный источник дохода, который никак не связан с трейдингом. Но его нужно иметь всегда. Я категорически не рекомендую делать трейдинг единственным источником дохода. И вот это точно также можете подтвердить, потому что вы также трейдер, но вы не только трейдингом занимаетесь. Потому что трейдинг так или иначе связан с рисками. Если это единственный источник дохода, а ты сделал неверное решение, то этот единственный источник сразу же пропадает. А так у тебя есть альтернатива, и ты знаешь, что я спокоен, если что, у меня есть еще денежный поток один. Второе, что я бы порекомендовал сделать, не торговать на средства, которые обременены долгами. То есть не брать ни в коем случае какие-то кредиты, не занимать денег. Эти деньги должны быть свободны от всего абсолютно. Таким образом, опять же, в голове не появится таких мыслей, что, блин, как же я их потеряю, мне же их отдавать надо. Я буду что-нибудь сейчас сделать, что-нибудь предпринимать и в итоге делать еще более глупые действия и в итоге потерять. И, к сожалению, работая в брокерской компании, таких случаев я видел много, и они были очень неприятны. Хотя у нас прямо такое было правило, именно мы настаивали на мани менеджменте, мы им обучали этому мани менеджменту. Мы даже порой ругались с людьми из-за того, что они это не делали. Но из-за того, что средства были не свои, их нужно было отдавать, они где-то у себя там дома принимали такие вот не очень правильные решения и в итоге теряли. И ситуация только усугублялась. Очень важно, чтобы в голове был холод, так скажем. Трейдер должен быть равнодушен вообще к трейдингу. Не должно быть никакого ни азарта, никаких эмоций, абсолютно ни положительных, ни негативных. Только в этом случае будет какой-то доход. И самое первое, что начинающий трейдер должен научиться делать, это не терять. Многие хотят сразу начать зарабатывать, но если ты не умеешь не терять, то ты можешь сначала заработать, а потом потерять. А вот когда ты умеешь не терять, тогда ты поначалу в ноли работаешь, но со временем так или иначе просто начнут появляться положительные сделки, которые начнут приносить прибыль. И потихоньку, помаленьку дело пойдет. Поэтому наверное вот такие основные моменты, которые я для себя выявил однажды. Это иметь альтернативный источник дохода, не торговать на заемные деньги и научиться не терять. Андрей, большое вам спасибо за довольно продуктивную беседу. Напоминаю, друзья, что сегодня у нас в гостях был один из топовых управляющих сервиса копитрейдинга РАМ Андрей Горбунов. И Андрей является владельцем статегии Xagon 10. Обязательно найдите ее в рейтинге, посмотрите, цифры, показатели говорят сами за себя, как и что по этой стратегии конечно же происходит, только что нам Андрей рассказал. Андрей, большое спасибо, что смогли найти время подключиться сегодня и возможно до следующих скорых встреч. Вам тоже спасибо, я всем в первую очередь пожелаю здоровья, в наше время это очень важно, будьте аккуратны, потому что для того, чтобы быть успешным трейдером, нужно быть еще и здоровым трейдером. тоже спасибо за то, что вы пригласили на эту беседу, если потребуется, будет интерес, буду рад еще раз пообщаться. Спасибо, Андрей. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok